Окей, друзья, всем доброго времени суток. После небольшого перерыва у нас были праздники еврейские, и у нас начинается, так сказать, новый сезон нашей программы, которую мы начали еще в прошлом еврейском году, «Точка зрения». И сегодня у нас будет очень интересная встреча. Сейчас все говорят о происходящем в Беларуси. Беларусь, которая, в общем-то, была такой, казалось бы, тихой, спокойной страной, неожиданно сейчас снова, вот уже последние несколько месяцев, с августа примерно, она в новостях, и все о ней говорят. И у нас сегодня такая достаточно уникальная возможность пообщаться с человеком, который очень много знает о истории белорусского еврейства, который сам родом из Беларуси, который занимает очень важную должность, главную раввину Беларуси сейчас, и который еще по совместительству мой друг, чему я очень рад. И я очень рад приветствовать виртуально сейчас из Минска Равмодиха Рахенштейна, моего хорошего друга. Шалом, шалом, добрый вечер. Очень рад тебя видеть. Я думаю, мы знакомы уже лет 30, наверное. Да, я себе позволю, так как мы с тобой друзья на «ты», вообще говоря, академики, более главную раввину страны, обращаться надо бы на «вы», наверное, но так как мы с тобой друзья уже очень много лет, еще по Питеру, еще до, так сказать, отъезда в Израиль. Мы с тобой были в одной группе, помнится, шаббат, отмечали, был это 90-й год. Так что, да, нас с тобой связывает немало лет дружбы, так что я думаю, что ты мне простишь, если мы, так сказать… Да, да, давай, конечно. Слушатели, если мы будем в эфире на «ты», это никаким образом не отражает ни уважения к тебе, а это, так сказать, как говорится, наоборот, знак некой нашей дружбы, наших близких отношений и так далее. Поэтому, очень рады тебя приветствовать, тем более, что у нас сейчас на связи Минск, ты прямо из Минска, будем надеяться, что связь будет у нас хорошей, и у нас сейчас Израиль, у нас Минск, у нас, я думаю, есть люди, которые смотрят нас и в Москве, и наверняка в Америке, так что, действительно, вот это непростое время коронавируса, тем не менее, нас объединяет вот эта современная технология и дает нам возможность проводить такие встречи, что замечательно. Ну, Мордоха, давай начнем немножко с того, что ты о себе просто расскажешь, как, вообще говоря, становишься главным мировином Беларуси. Расскажи нам. О, это, знаешь, мне напоминает известную шутку, когда спросили бравого солдата Швейка, как ты во что-то вляпался, он сказал «божьим промыслом и рапортом батальонного командира». На самом деле, я скажу тут несколько вещей. Глобально, чтобы кем-то стать, и не только главным мировином Беларуси, у меня есть всегда такое определение, нужно, чтобы Всевышний сделал, чтобы ты оказался в нужное время, в нужном месте. Это обязательное условие, но недостаточное. На самом деле, с моей точки зрения, раввинские должности, они делятся на несколько типов. Есть раввин, который учитель, который работает с религиозными людьми, который Рош Ешиев и еще что-то такое, и там ситуация более-менее понятна. На мой взгляд, раввин в такой стране, как Беларусь или на постсоветском пространстве, где он работает с людьми, часто далекими от еврейской традиции, он должен уметь понимать этих людей. Есть такая интересная вещь, что такое милосердие. Талмуд пишет, что такое хэсет, что если был человек, который был когда-то очень богатый, олигарх, но сейчас обеднел, скажем, из-за коронавируса, но он привык, что когда он едет на лошади, то перед ним кто-то бежит и кричит, какой он молодец, что-то типа этого. Что это нам говорит? Мы сами в этом не нуждаемся, нам это не нужно, но мы в состоянии понять другого человека, что то, что для нас ерунда, другой без этого не может жить, и мы это ему даем. Я считаю, что это очень важное свойство раввина такой страны, как Беларусь, и не только есть она у меня или нет, судить не мне, но я стараюсь. Ага, то есть ты хочешь сказать, что здесь важны не столько знания Торы, сколько, в общем, умение понять, с кем ты общаешься? Я хочу сказать, здесь нужны две вещи. Знания Торы нужны, безусловно, но умение их понять, оно тоже нужно. Я помню, когда я учился в Кололе, Раф Полищук, которого, может быть, многие слушатели знают, он сказал, что есть два подхода к преподаванию Торы. Он это очень интересно, он это на иврите рассказывал, и тут он перешел на русский. Один подход – резать правду матку, как он выразился. Второй подход – все разрешать. Понятно, не то и не то неправильно. Показать людям правду Торы, это нужно показать так, чтобы они это увидели, чтобы они могли это увидеть, их нужно понять. Ага, окей, окей. Но ты нам секрет немножко раскрыл, чуть-чуть. Но на самом деле, я, конечно, хотел с тобой поговорить о… Ты большой вообще знаток еврейской истории. Я помню, еще много лет назад мы с тобой обсуждали, ты там Плутарха читал и так далее. И вообще хорошо знаешь историю, интересуешься историей, увлекаешься историей. И сам ты родом из Беларуси, я правильно помню, да? Да. Ты, кажется, из Гомеля или из Могилева, я вот не помню. Я из Могилева. Сам ты родом из Могилева. Поэтому, в общем, еврейская история Беларуси – это, в общем, можно сказать, в каком-то смысле действительно твой конек. Ну, давай немножко об этом поговорим. Что вообще, говоря, на твой взгляд, самое интересное в еврейской истории Беларуси? Что бы ты отметил? Ты как бы за этой темой занимался, и ты сейчас там находишься, и ты можешь вот как бы взглядом из Минска, так сказать, на это. Окей. Я выделю несколько вещей. Одну из вещей я поясню, опять же, в виде шутки, да? Как не покажется, парадоксальным. Шутку эту мне рассказал один мой близкий друг, который сам украинец, живет в Беларуси, довольно крупный архитектор. Он сказал, чем отличаются русские, украинцы и белорусы. Говорит, представим себе, что человек садится на стул и чувствует, что что-то ему колется. Встает, смотрит в стуле шило. Русский посмотрел на шило, мат-перемат, выбросил шило. Украинец смотрит шило, мат-перемат, а шило вообще-то в хозяйстве пригодится, положил в карман. Белорус смотрит, колется, шило, встал, походил из стороны в сторону, подумал, а может оно и так и должно быть, и сел дальше. О чем это все говорит? На самом деле это нам может показаться смешным, но на мой взгляд это выражает и некоторый характер тоже, который свойственен евреям. Понятно, что евреи в тех странах, где они живут, они берут очень много от народов, которые их окружают. Я приведу такой интересный исторический момент. Во время катастрофы Белоруссия была, наверное, единственная страна, оккупированная немцами. Так, у нас немножко пропал, выпал из эфира Минск. На самом интересном месте. На самом интересном месте. Я думаю, нам нужно будет сейчас еще раз подключиться. Действительно, на самом интересном месте. Но проблемы со связи, друзья, сейчас с Минском вполне понятны. В Белоруссии была единственная страна, оккупированная немцами, где не хватало местных полицаев. То есть были, конечно, местные подонки, то, что называется, но их было мало. Нужно было привозить из Польши, из Литвы, из Украины. То есть там был избыток. В Белоруссии этого не было. Понятно, что это характеризует такое некое спокойствие. Но у белорусских евреев была еще одна потрясающая вещь. На мой взгляд, это некий интеллектуализм. Если мы возьмем понятие литовские ешивы, практически все литовские ешивы крупные находились на территории Белоруссии. Это Воложин, Мир, Радин, Бриск. Бриск – это Брест, сегодняшний город Белоруссии. То есть белорусских евреев отличал, можно сказать, такой интеллектуальный подход к изучению Торы. Они, с другой стороны, были интеллектуалами. Потому что Белоруссия, опять же, то, что мы называем Литвой – это Белоруссия. Вообще у историков есть большой спор, что такое белорусы. Многие из них говорят, что настоящие литовцы – это белорусы. А те, кто сегодня называют себя литовцами, они, на самом деле, жимуют и еще кто-то. В продолжении этого я хочу сказать, что меня потрясло и немножко рассмешило, когда, проходя по городу Вильнюсу, я увидел мемориальную доску, где было написано, в этом доме жил Франциск Скорина, который напечатал первые печатные книги в Великом княжестве литовском на белорусском языке. Понятно, на каком еще языке он мог их напечатать. Не было тогда литовского языка и так далее. И вот это качество белорусского… Ну, это вообще старый спор историков о том, что является собой подлинная история Руси, кстати говоря. Ведь в Белоруссии, я так понимаю, есть такая версия, что подлинная история Руси – это не Московия, а это Великое княжество Литовское. Там такая тоже есть версия, правда ведь? Да. Но мы не будем, как говорится, углубляться в спор историков, как сказал великий русский поэт Пушкин. Кстати, на эту тему оставьте этот старый спор славян между собою. Отсюда, а, мы учим две вещи, что литовцы – это славяне, а во-вторых, и я считаю, что это, кстати, относится и к сегодняшней ситуации, нам не нужно стараться лезть в эти разборки. Окей. Окей. Ну, а мы немножко еще коснемся сегодняшней ситуации. Ты вот упомянул, мне кажется, очень интересную вещь. Ты начал говорить, в общем-то, действительно, в еврейской географии Белоруссии – это всегда была Литва. И, в общем-то, Литвики. У нас есть Литвики, у нас есть, соответственно, украинские евреи. И ты вот коснулся такой вот особой еврейской идентичности литвиков, интеллектуализм. Это вещи, о которых, в общем, мы знаем. Ну вот, на твой взгляд, сохранилось ли по сегодняшний день, ты уже немножко на этот вопрос ответил, но ты ответил, так сказать, с юмором. А вот если серьезно, если серьезно, сохранилось ли, на твой взгляд, на сегодняшний день отличие белорусских евреев от украинских? И если вот без анекдота, а вот серьезно, в чем оно, на твой взгляд, проявляется? И как ты это видишь, как это сказывается на реакциях людей, на твоей работе, например? Вот в чем особенность здесь? Ну, смотрите, это очень сложно говорить, потому что против каждого примера можно привести кучу контрпримеров. Я бы сказал, что белорусские евреи, в общем-то, как и белорусы, они более спокойные, более сдержанные. Сказать, что сегодня они более интеллектуальны, чем украинские, я больше 10 лет работал на Украине. Я бы сегодня, наверное, этого бы не сказал, хотя мне, как белорусскому еврею, очень этого хотелось. Все-таки ситуация поменялась. И евреи, оторванные от своих корней, они, безусловно, теряют вот эти специфические свои свойства. Я когда-то видел статью Эйнштейн как процент свиленского Гаона. Но если мы немножечко начнем посмотреть, сколько лет нас разделяют между нами и Эйнштейн Гаоном, если мы не продолжаем наращивать этот интеллектуализм, то, безусловно, это все пропадает. Поэтому сказать, что они более интеллектуальны сегодня, это сложно. Это во-первых. Во-вторых, мир сегодня, безусловно, он более открытый. Мы больше взаимодействуем с себе подобными, больше берем от них. Поэтому говорить вот уже таких сильно специфических особенностях, которые роднят сегодня белорусских евреев с тем, что было 100-200 лет назад, я думаю, что очень сложно об этом говорить и делать какие-то выводы на этом основании. Это было бы неправильно, это было бы спекулятивно и так далее. Окей, окей. Но тогда тебе такой вопрос немножко, наверное, классический, который задают всегда раввинам всех стран диаспоры. Наш классический вопрос – это как обстоят дела, как обстоят дела с антисемитизмом в Беларуси, что происходит сегодня, насколько вообще в твоей работе тебе помогают или мешают местные власти, и насколько вообще легко еврею, вот на твой взгляд, сегодня быть евреем в Беларуси, насколько это легко? С моей точки зрения, быть евреем… Во-первых, давайте так, когда мы говорим в отношении антисемитизма, безусловно, отдельные проявления могут быть, потому что всегда кому-то могут не нравиться люди, которые немножко другие, в чем-то отличаются и так далее. Но я бы сказал, что то, что я наблюдаю сейчас, евреи – это тренд, евреи – это мода, быть евреем – это модно, быть евреем – это классно. Я никогда не забуду, много лет тому назад уже, ну как много, лет 10-15, в Могилеве есть один еврей, достаточно известный он композитор, и в честь какого-то его юбилея, или просто так, он ставил в городском театре какую-то свою пьесу. И там был весь городской бомонд, в частности, был зам мэра. Был зам мэра, который когда-то, где-то за полгода до этого, был у меня в синагоге на внесении свитка Торы. И мы там стояли несколько евреев, он подошел, поздоровался, он говорит, ну, когда вы меня опять позовете в синагогу? Причем он это сделал публично, в присутствии всех людей. А, кстати, когда у нас было внесение свитка Торы, это совпало с каким-то то ли государственным праздником, то ли мероприятием. Говорят, что он там выступал, потом посмотрел на часы, говорит, ну все, я в синагогу опаздываю. И ушел. То есть ты хочешь сказать, что на государственном уровне, если я правильно тебя понимаю, нет антисемитизма сегодня в Беларуси? Нет, нет антисемитизма. Наоборот, когда я обращаюсь в какие-то государственные инстанции, всегда нормальные доброжелательные отношения, там, где можно идти навстречу. Это касается не только, но это касается простых людей. Вот ты приходишь, сидит какой-то чиновник, тебе от него что-то надо. Он, в принципе, достаточно неплохо к тебе расположен. Еще иногда может задать какой-то вопрос, вот если у него есть еврейские корни, может ли он своих детей послать в Израиль по программе «Таглик»? Сегодня это достаточно модно, но, в принципе, без этого еврей-тренд. Я знакомлюсь со многими, ну, достаточно, вот примерно год назад я познакомился с очень симпатичной парой, они таксодермисты, очень приятные люди, я был у них дома, причем они делают, кто не знает, таксодермисты, это те, кто делают чучело всяких животных. Я так понимаю, что они на мировом уровне... Мне, кстати, неудобно было спросить, я этого слова не знал. А, окей. Они на мировом уровне, потому что они рассказали, что они делают какой-то целый зоопарк по заказу этого корейского Кемчин Ира, или как там его, да, вот. Они очень так это, они меня в гости пригласили, показывали, я, правда, там у них есть ничего не мог, но у них самогон хороший, значит, вот. Я с собой принес закуску, показывали мне все свои, так сказать, ну, то, что они делают. Экспонаты. Экспонаты. Действительно, у них очень классно, скажем, как живые. Вот. Поэтому я бы сказал, очень добродушное... Я тут недавно... Я обычно в кепке хожу, а тут я как-то забыл кепку, вышел в кепе, да, пошел на базар. Единственное, что у меня спросили... Это в Минске было, да? В Минске, в Минске. Одна продавщица, очень долго извиняюсь, говорит, ну, вот вы знаете, не обиделись, если я задам вам один вопрос, ну, как думаешь, какой? Ну, стандартный вопрос, как это у вас с головы не падает? Я говорю, есть специальная молитва, но это секрет. Все. Окей. Кстати, насчет вот недавних событий, которые были очень нашумевшие в Израиле, это история с кризисом, с кризисом хасидов брестовских, которые не могли попасть в Умань, как мы помним, граница была перекрыта. Я, если правильно помню, ты с этой историей знаком достаточно близко, то, что происходило на белорусско-украинской границе. Что ты можешь сказать об этом? Я думаю, интересно будет. То есть армия им привезла палатки, переносные туалеты, какие-то одеяла, какие-то ближайшие колхозы им привозили там овощи, фрукты, огурцы. Они, у нас гомельская община, гомель, он практически на границе лежит. Он сказал, что благодаря брестовским хасидам он не просыпает шахрит, потому что у губернатора каждый день совещание в 7.30 утра, что делать с этими хасидами. И он там должен присутствовать. Каждый день в течение какого-то времени. И ему дали специальное разрешение. Он проезжал через границу, привозил он там еду, и что им надо. То есть без всяких отметок. Просто въехал, выехал. Хотя, в принципе, в Беларуси есть какие-то, я не очень в курсе, но ты не можешь бесконечно ездить за один день 25 раз через границу, да еще возить полный багажник чего-то. То есть ему это все разрешили. Он возил там, консультировал и так далее. То есть как бы отношения. Они, кстати, все остались очень довольны все эти хасиды, несмотря на то, что, конечно, балаганы немножко они сделали. А вообще вот сегодня, кстати говоря, в Беларуси такой вот интересный вопрос. Сколько сегодня вообще еврейских общин? В каких городах есть сегодня общин? Я скажу так. Я скажу города, где есть реально достаточно сильные общины. Общины нашего объединения это Минск, Витебск, Гомель, Могилев. Есть достаточно сильные хаббатские общины там, где есть шалехи. Это Бобруйск, Могилев, Гродно, Брест. Как-то поделили Западную Беларусь и Восточную. Интересно. Ну и Минск, Теперь, есть некоторая община, где нет раввинов, но они как бы стараются что-то делать по мере возможностей. А что происходит в Пинске? В Пинске ты не упомянул, там что-то есть? А, в Пинске они, посмотрите, в Пинске там есть действительно очень классная еврейская школа, Равмой Шофима, мой большой друг. Школа действительно классная. Они собирают детей со всей Белоруссии. И реально потом эти дети, многие, кстати, уезжают в Америку, в Англию. Да, у нас тут довольно много. Да. Они хорошо достаточно устраиваются. Это такой тренд. В Пинске очень мало местных евреев. То есть там вот дети, которые собираются, есть много израильтян, которые приезжают там, немножко учатся в Пинске, немножко помогают с детьми и так далее. Да, безусловно, это такой тоже крупный центр. Я не упомянул, потому что в моем представлении это не как община, которая как бы вот работает, ну, именно, хотя местные там тоже. Я понял. Я понял. Тогда такой вопрос. Вот если приезжает турист в Белоруссию и хочет, допустим, кошерную еду найти, то где-то есть кошерные рестораны? Кошерных ресторанов, к сожалению, нет. На моей памяти их было 4-5, все они укрепили. По разным причинам не буду сейчас этого касаться. Есть кошерные магазины. Значит, есть у нас в синагоге кошерный магазин в Минске, в Хабаде тоже есть. В принципе, если он, это, конечно, может быть, немножко непривычно, свяжется там с раввинами, придет в синагогу и он, говорится, голодным его не оставит. Ага. Окей. Окей. Это уже неплохо. Расскажи, ты уже немножко начал говорить о разных случаях из жизни, вот такой какой-нибудь курьезный случай из жизни главного раввина. Вот что-нибудь такое, какой-нибудь такой курьез, какие-то проблемы, с которыми ты сталкивался в своей работе, какие-то просто вот такие, через жизнеописание, через какой-то курьезный случай. Расскажи что-нибудь интересное. Вот так вот. Я даже, честно говоря, меня немножко поставил в тупик. Я как бы, так, когда говоришь, оно приходит в голову, но на заказ такое достаточно сложно рассказывать. Да, может быть, я дальше по ходу делу вспомню, но удивительно, мне сейчас ничего такого не приходит в голову. Хотя, безусловно, всякие случаи бывают. Не о всем, прямо скажем, я и хочу, и могу рассказывать по ряду причин, потому что... Понятно. Ну, есть всякие факторы. У тебя определенная должность, и мы прекрасно это понимаем. Кстати, вот сейчас тогда мы перейдем к теме, которая понятна, что всех очень беспокоит. Мы говорили о Беларуси в прошлом, мы говорили немножко о литовских евреях, мы говорили об особенностях, так сказать, менталитета. Сегодня, едва ли не впервые, вот мы с этого начали, Беларусь сегодня оказалась на первых полосах новостей. Я думаю, что в Америке большинство американцев впервые узнали, что вообще есть такая страна Беларусь. Они никогда об этом не слышали раньше, сейчас они услышали и узнали об этом. Есть очень разные подходы к тому вообще, должны ли евреи как-то вмешиваться в происходящие политические процессы, должна ли еврейская община как-то в этом участвовать. Что ты можешь об этом сказать? Ну, смотри, мое мнение, это, в общем-то, не то, что лично мое мнение, так себя вели всегда наши мудрецы, раввины, духовные руководители и так далее. Безусловно, мое мнение, что еврейская община никогда не должна вмешиваться в те политические мероприятия, которые происходят в стране. Мы это всегда учим из наших источников. Мы знаем это еще из истории с Александром Македонского, когда он пришел в Иерусалим. Какое было требование у евреев? Оно у него было единственное. Они не просили ни свободы, ни демократии, ни каких-то там еще. Они сказали, у нас есть храм, у нас есть заведенный порядок богослужения наш в этом храме. Пожалуйста, оставьте нам наш храм, чтобы мы там служили так, как мы привыкли делать до этого, а мы будем законопослушными гражданами, будем платить налоги. Отдайте нам религиозную автономию. Я сейчас расскажу, кстати, одну историю, которую, я думаю, я могу ее рассказать. Мне рассказал мой хороший друг, кстати, твой тоже, Раф Гидалия Шестак из Москвы, что у них как-то в общину пришел Антон Носик. Я думаю, что многие наши слушатели знают, кто это такой. Это человек, который, с одной стороны, всегда показывал, что он еврей, ходил в кипе, при этом ничего не соблюдая, вел себя немножко как оппозиционер по отношению к власти. Он был достаточно известный, в общем, печатался много. Так он сказал довольно интересную вещь тем, кто его слушал. Он говорит, ребята, вы решите, кто вы в первую очередь. Если вы евреи, то лучше, чем Путин в России для евреев не будет. Я вам говорю, вы хотите ходить в синагогу, хотите изучать Тору, пожалуйста, приходите, сидите, учите, не лезьте никуда. А если вы больше российские граждане и вы хотите вместе, пожалуйста, приглашаю на Болотную площадь. Я считаю, что нам нужно решить, кто мы такие, в первую очередь. Что для нас более важно. Скажу сейчас одно свое личное ощущение. Как ни странно, а может быть, это и не странно, я в Израиле не очень много сталкиваюсь с арабами. Но раньше, до истории с короной, я довольно часто приезжал в Москву и в Москве я сталкиваюсь, как я шучу с теми, кто приезжает из юга бывшего Советского Союза. Я как-то сказал, что скоро в Москве будет трудно обнаружить человека, который нормально говорит по-русски без акцента. Так, что я могу сказать? У меня они вызывают некоторые отторжения. Я понимаю, что это неправильно, но я чувствую, что они другие. У меня, кстати, была когда-то история, поскольку у меня жена из Москвы, мы одно время практически каждое лето ездили в Москву, и я договаривался с Раф Гидалией как раз, что когда он уезжает в Израиле, он нам оставлял свою квартиру. И вот мы приехали в эту квартиру, он говорит, а у меня там няня будет какие-то вещи делать. Няня его как раз то ли узбечка, то ли что-то такое, да? И я как-то чувствую себя уже дискомфорт. Пришла моя теща, которая жила в Узбекистане много лет, она с ней поговорила, она два слова знает по-узбекски, но это, видимо, в момент говорит, слушай, все, она нормальная, я знаю этот тип людей, чувствую себя спокойно. И я почувствовал себя спокойно. Поэтому я считаю, что со стороны евреев просто как общины, да, некорректно вмешиваться и некорректно лезть в происходящее. А, это всегда вызовет непонимание, и потом в итоге мы будем все равно виноваты. Б, это и неправильно с еврейской точки зрения. У нас есть, как бы, свой, надо решить, надо правильно расставить приоритеты. Правильно расставить приоритеты, у нас есть синагога, у нас есть уроки Торы. Пожалуйста, приходите, учитесь, молитесь, платите налоги, не лезьте никуда. Я понял. Ну, у меня, может быть, немножко другая точка зрения, но я, безусловно, слышу, что ты говоришь. И, более того, я даже сейчас вспомнил подтверждение того, о чем ты говоришь. В свое время была известна история с Наполеоном, когда некоторые хасидские цадики поддержали его. И Алтер-Эбе, как известно, был на стороне русского царя, несмотря на все притеснения, которые были. И, в общем, в политическом плане мы знаем, что Алтер-Эбе в итоге оказался прав. Иначе, вполне возможно, были бы какие-то контрмеры и всплеск антисемитизма и так далее. Так что я, конечно, слышу, о чем ты говоришь, и я понимаю эту позицию. Я насчет этого расскажу последнюю историю, поскольку мы с тобой знакомы еще с Питера, который тогда назывался Ленинград. Я тогда учился в Ленинградском кораблестроительном институте. Я до сих пор помню, у нас был преподаватель физики, кстати, уникальный человек. Он, кроме лекций по физике, читал факультативные лекции по истории мирового искусства. Но суть не в этом. Как-то он рассказал про какое-то физическое явление. Я не буду грузить наших слушателей. Я к нему подошел после лекции. Я сейчас помню, как его звали, Леонид Дмитриевич Рейгородский. Я говорю, правильно я понял вот это положение? Он говорит, правильно, а это правильно, правильно. Дальше я ему задал вопрос. Из вашей лекции, скажем так, я из его лекции опроверг определение материи, данное Лениным. Я говорю, вы хотите сказать, что определение материи, которое дал Ленин, неверно? Я как сейчас... Да, он взял меня за руку и говорит, знаете, что я вам скажу? Перестаньте заниматься ерундой и учите лучше физику. Это неплохо. Это я считаю потрясающий совет, который я хочу порекомендовать всем евреям. Приходите в синагогу, учите Тору, познавайте свою традицию. Когда вы это достаточно хорошо поймете, может быть, вы немножко иначе посмотрите на многие другие вещи. окей, ну это, да, это такой достойный совет, безусловно, с этим трудно поспорить. Ну, я думаю, прежде чем мы перейдем к вопросам, такой вопрос, который хочется задать, немножко пофантазировать и представить себе еврейское будущее Беларуси. Вот как, на твой взгляд, не знаю, через 10, через 20, через 30 лет будет жизнь... Может быть, даже разделим этот вопрос на две части. Сделаем так. То, как ты думаешь, как реалист, и то, как ты хотел бы это представить себе в своих фантазиях. Еврейская жизнь Беларуси в будущем. И вот если посмотреть на сторону фантазий, как, на твой взгляд, что для этого должно произойти, чтобы эти фантазии осуществились? Ты с нами? Мы тебя не потеряли? Да, да, я с вами, с вами. Я начну вначале с фантазий. Окей. Пару лет назад на Песах к нам на Пасхальный Седер пришли посол государства Израиля и консул, который от натива. Они пришли, были на Пасхальном Седере, и я в конце Седера сказал Драшу, что мы говорим в будущем году в Иерусалиме, я надеюсь, что в будущем году придет Машиах, правда, и я, и они из-за этого потеряем работу, ну, придется, так сказать, с этим собериться. Это наше направление. На что посол сказал, почему, говорит, это она потеряет работу и ты, а у меня работа останется, лишь государственные отношения сохранятся и в эпоху Машерка. Ага. Окей. Что я могу сказать? С точки зрения мечты, это, знаете, как был когда-то очень такой фильм «Курьер», как он там работал курьером, о чем все мечтают на работе, и вдруг он говорит, а я мечтаю, чтобы коммунизм построили, да, и все там это самое, то, конечно, с нашей точки зрения мы ждем скорейшего прихода Машерка. Вопрос, что будет, если нет, как говорится, ну, хотелось бы верить, что все больше евреев приближаются, будут приближаться к своим корням, к своей традиции. Мы все стараемся для этого делать. Оставаясь реалистом, я понимаю, что, по-видимому, очень большим число их не будет. Но я бы хотел, чтобы хотя бы большая часть еврейской общины все-таки понимала хоть где-то свои корни, хоть где-то свою традицию, чувствовала связь, то, что называется, с тысячелетней, не побоимся этого слова, мудростью. Я всегда люблю приводить пример людям, спрашиваю, на каком языке впервые упоминается Киев. Киев? Да, Киев. Если я спросил, наверное, можно догадаться, Киев впервые упоминается на иврите. Это девятый век нашей эры. Где евреи были в девятом веке? За плечами несколько тысяч веков истории. Киев упоминается на иврите. Это так называемое киевское письмо, очень известный факт. Кто хочет, может, после нашего разговора зайти в Википедию, посмотреть, прямо по-русски пишите. Киевское письмо. Это известный факт. Слово, у тебя есть достаточно интересные лекции по истории, я так понимаю, да? У тебя есть свой канал на Ютубе, я правильно понимаю? Да, да, да. Окей, но я прервал, короткое рейхенштейн. я приглашаю всех на Ютубе, напишите Мордоха и Рейхенштейн, там можно послушать мои лекции, они как бы на грани истории Торы, там у меня цикл по мудрецам Мишны, где я рассказываю о них в свете того, что мы знаем о них из Мишны, из Талмуда, из Агады, из Митрашей. Вот, поэтому в отношении мечты, в отношении реальности, в отношении того, что может быть, ну, это то, что я сказал. Произойдут ли какие-то глобальные изменения, очень хотелось бы в это верить. А вот пока мы говорим о глобальных изменениях, сейчас ситуация в Беларуси достаточно неопределенная уже сегодня. И у меня к тебе такой вопрос, чисто практически, я знаю людей, например, из Америки, которые родом из Беларуси, которых этот вопрос интересует. И они мне этот вопрос задавали перед этим эфиром. Люди хотят приехать, навестить свою семью, люди хотят просто провести время в Беларуси. Насколько это безопасно сегодня, и насколько это будет безопасно, условно говоря, через несколько месяцев. Твоя точка зрения, и что ты вообще можешь людям посоветовать? Смотрите, я могу сказать только то, что я делаю сам. Я сам постоянно езжу в Беларуси. На осенние праздники должна была приехать вся моя семья, включая жену и маму, которой уже почти 80 лет. Я их отменил поездку только по одной простой причине. Белоруссия внесла Израиль в список красных стран, после прибытия из которых нужно отбывать двухнедельный карантин. Приехать на праздники сюда, чтобы сидеть здесь в карантине, с моей точки зрения, это вообще абсолютно нерационально. Настолько их мучить я не хотел. Но по всем другим параметрам я не вижу никаких проблем с точки зрения безопасности. Понятно, что если люди не собираются это самое. Участвовать в политических митингах. активно участвовать в политической жизни, о чем я уже сказал, что я не советую. Кстати, синагога наша находится просто в 5 минутах ходьбы от этого эпицентра демонстраций, но тем не менее здесь все спокойно, никогда не было ни одного происшествия, ничего, так сказать, при том, что у нас даже охраны толком нет, у нас пенсионеры сидят на входе. Тревожной кнопки тоже нет. Ну, понимаете, тем не менее никогда не было никаких происшествий. И твой прогноз на ближайшие месяцы это не должно измениться, правильно? Я считаю, что это не изменится, мое мнение, это не изменится при любом раскладе, поэтому те, кто хочет приехать, я не вижу никаких проблем, приезжайте, ездите, смотрите. вопросов нету. Кстати, здесь сейчас находится довольно много израильтян, которые сбегают сюда от израильской борьбы с коронавирусом, от всех этих карантинов и так далее. А вот, кстати, по поводу коронавируса в Беларуси практически это одна из немногих очень стран, которая не была закрыта, я правильно понимаю? Да. Ну, ты считаешь, что здесь, в принципе, разумную политику проводят в этом плане или это безответственность? Смотрите, я скажу честно, мне сложно сказать, я не врач и не медик, лично я получаю от этого удовольствие. Я вчера ночью, ну, не ночью, вечером прилетел, мне один мой товарищ написал, как у тебя дела, я говорю, великолепно, погода прохладная и маску носить не нужно. То есть, в принципе, здесь нет обязательного ношения масок, нет никаких требований изоляции, практически ничего, да? Нет, насчет требований изоляции это не так. Есть ряд стран, я говорю, после приезда прилетающим из Израиля, там есть исключение из этого правила, но, в принципе, нужна изоляция. В список ходит там, по-моему, чуть ли не сто стран, список есть на сайте Министерства здравоохранения Белоруссии. Есть ряд мер, почти во всех магазинах и в госучреждениях люди в масках, но нет требований от людей носить маски на улицах, за это не штрафуют и так далее. Ага, я понял, то есть, в этом плане тут достаточно свободно. В прошлом весной большинство университетов, например, были переведены на онлайн-учебу через Zoom. Сейчас пока этого нет. Кстати, по официальным данным, даже у нас уже количество умерших приближается к тысяче от коронавирусов. Это в Белоруссии? Это в Белоруссии, да. Совершенно официальные данные, есть канал Телеграмма Министерства здравоохранения Белоруссии, и они там, ну, каждый день какие-то новости, вот в частности, там, вылечилось столько, заболело столько, умерло там 900 с чем-то, вот то, что я помню. А вот ты мне напомнил последний вопрос, кстати, перед тем, как мы перейдем к вопросам от наших слушателей, и, кстати, те, кто с нами на Фейсбуке тоже могут написать вопросы, я смотрю наш стрим на Фейсбуке, всем привет, разумеется, и с нами главный раввин Белоруссии, Раморда Харахенштейн, сейчас вот мы обсуждали тему коронавируса, мы до этого говорили немножко о современной ситуации в Белоруссии, говорили об истории белорусских евреев, вот по поводу лекарств, я сейчас слышал это новая проблема, которая возникла в России и на Украине, я не слышал ничего о Белоруссии, нехватка лекарств, в магазинах раскупают лекарства, что ты можешь сказать об этом? Я скажу так, пока я про это не слышал, до меня дошли какие-то слухи, что здесь какие-то продукты раскупали, но все хозяева торговых сетей говорят, что у них огромные запасы продуктов, поэтому вперед, так сказать. Окей, ну, мне кажется, у нас интересный получился разговор, и я тебе хотел сказать огромное спасибо, мы сейчас перейдем к вопросам, я надеюсь, что у нас будут вопросы сейчас, Натан, давай посмотрим, Натан с нами? Можно спросить? Да, вот вопросы у нас есть, пожалуйста. Мэрдыхай, приветствую, скажи, пожалуйста, последние события политические, они как-то повлияют на динамику Алии, то есть, если люди, которые стали больше выезжать, меньше, или это не оказалось? Смотрите, я вам скажу так, это очень сложно сказать, объясню почему. Дело в том, что из-за коронавируса посольство и консульство работают в очень таком урезанном режиме, в первую очередь принимают тех, кто едет по программам, плюс, если есть какие-то социальные случаи, болезнь, и что-то такое, и так далее. Но я не вижу вообще такого наплыва желающих сделать Алию больше, чем раньше. Спасибо. Окей, спасибо за вопрос. Есть у нас кто-то еще, кто хочет задать вопрос? Рав Мордыхов? Можете писать тоже здесь на чат, я пока здесь не видел вопроса, если есть, то пишите. Пока не видел. Да, вот Евгений поднимает руку, пожалуйста. Я хочу не задать вопрос, не задать вопрос, а просто немножко рассказать. Да, пожалуйста. Я родился в Беларуси. Да. Очень приятно. Я родился в Черсеоседовости. был на Полесье. Я могу сейчас включить свой даже это самое вот видео, может быть так вот. Немножко темновато, правда? Очень темно. Значит, что я хочу сказать, значит, последний раз про коронавирус, это просто дополнение, потому что они, это уживая статистика, скажем так, они в приказном порядке ставят другие диагнозы. Поэтому это чисто советский подход, дальше, что касается Беларуси, я могу добавить, так, это полицейское государство. Если вы помните, еще даже Янка Купала, кто там где, кто там где, белорусы, а что несут, они крыльду несут. Это как бы стандартно антисемитское государство было всегда. Оно было всегда против евреев. Если вы посмотрите историю, то большинство это самое руководителей государства Израиля в 20-30-е годы, это все бывшие выходцы из Беларуси, действительно. Более того, когда мы смотрим историю, мы знаем, что когда-то хотели делать Гомельскую область, как бы не сделать Биробиджан, не делать Крым, а делать еврейскую область именно в Беларуси. Был даже такой проект, который существовал. Сегодня его уже нет. Что касается общины, общины, они какие-то виртуальные. В принципе, всем понимают, что там на советском пространстве бывшем евреям делать уже нечего. И они должны уже как бы покинуть. Понятно, что там старики, им тяжело оторваться от корней. И это хэсет, который там оказывают, это действительно нужная вещь. Но молодежи, я даже знаю, у нас в общине тоже где-то год-два назад приехал человек у нас. А вы в каком городе, я извиняюсь? Мозырь. А, Мозырь, я понял, очень интересно. Да, это такое было местечко такое еврейское, в общем, такое. Даже а насчет войны, когда вы тоже сказали, там тоже, в общем-то, все эти самые пошли эти полицаи. Более того, даже был такой Пономаренко, помню, был такой начальник партизанского штаба, сказал так, если евреи придут в партизанский отряд расстреливать, это шпионы. Их надо уничтожать. Это Москва, так говорила. Поэтому, в общем-то, это самое, в общем, там место населения, это были всегда рабы. Они так и остались. И сегодняшняя попытка, как бы вырваться из этого круга, к сожалению, я думаю, она не удастся. Но, смотрите, большинство населения поддерживает существующего, и не хотят ее менять. Потому что, это чисто рабский подход. И деваться нам некуда. Вам, скажем так. Евгений, у вас получился такой комментарий, в общем-то, на самом деле, да? Даже не столько вопросов, но целый комментарий, развернутый. Но, может быть, мы попросим, может, отреагировать, наверное, все-таки на это, да? Я даю затравку, а вы уже можете реагировать. Окей, спасибо. Я реагирую очень кратко. Во-первых, я не зря спросил, где вы находитесь. И рядом с городом Мозырем, где, кстати, несколько раз бывал, у вас там... Я не Мозырь, я из Мозыра уехал 50 лет назад. А, вы из Мозыря. А сейчас вы где? Я живу в Иерусалиме, Мале-Адумим. А, вы живете в Иерусалиме, Мале-Адумим. Отлично, очень приятно. А я уже 30 лет живу здесь уже. Ого. Так вот, смотрите, рядом с Мозырем есть очень активная община в городе Гомеле, где миньяны есть минимум два раза в день, а иногда и на Марьев есть миньян, где куча молодежи, куча уроков, и все это происходит в Гомеле. А теперь, все, что я говорил, я не говорил, что нету, не было полицаев, их было, но то, что местных полицаев не хватало, это исторический факт, можно посмотреть книги. Не буду подробно комментировать коронавирус, для этого нужно быть врачом. Я только скажу, поскольку у меня есть очень большой контраст между Израилем и Белоруссией, мне это напоминает один анекдот, как едут два парохода, один из Палестины, другой в Палестину, и оба крутят пальцем у виска. Точно так же, как израильтяне жалуются, что карантин всех достал. Я вам скажу честно, я в Израиле знаю очень много людей, которые просто ищут всякие поводы, правдами и неправдами, не соблюдать карантин, не сидеть дома, когда вот это все есть, достают все бумаги, что они либо переболели, либо где-то волонтеры, очень многих знаю. Точно так же, в Белоруссии люди говорят, надо было ввести карантин, потому что люди болеют, и т.д. Это все очень сложно сказать. Но меня как-то спросили, значит, есть ли трупы на улицах больных коронавирусом, я на это ответил, что, знаете, синагога в центре города, если там кто-то падает замертво, его милиция сразу забирает. Может, по окраинам, говорю, трупы лежат в Минске, но я там особо не хожу. Хорошо. Вот. Поэтому, смотрите, в Белоруссии есть сегодня достаточно много евреев, при том, при всем, которые интересуются своей традицией, которые приходят в синагоги, которые хотят что-то узнать. Многие из них, кстати, уезжают в Израиль по программам, остаются там потом. Значит, мы сотрудничаем с различными проектами и стараемся, чтобы люди поехали в какие-то там религиозные программы и так далее. Понимаете? Поэтому эти люди есть, есть то, что называется требование, чтобы кто-то с ними работал. И, с моей точки зрения, пока нам дают возможность с ними работать и нам это дают, это для нас главное. Это то, что я хотел сказать. А есть, кстати, статистика, вот ты упомянул много евреев в Беларуси, а есть статистика, сколько осталось в Беларуси евреев? Я скажу так, статистики этой нету. Почему? Потому что, если при советской власти нужно было писать в паспорте еврей, то сегодня человек может только попросить, чтобы его записали евреям, и, по-моему, для этого не нужно предъявлять никаких документов вообще. Вот я точно не знаю, как это происходит. Я знаю людей, которые записывались евреями, но поскольку нету обязательной записи, то как можно знать статистику? С моим зрением есть десятки тысяч человек еще, которые евреи. Скажем, евреев достаточно много. Окей. Окей, друзья, а есть еще у нас вопросы? Вот если можно, можно один вопрос спросить небольшой? Пожалуйста, конечно, на там. Я понимаю, не рубить сук, на котором все сидят, все это понятно, но, так сказать, как бы общая вещь. У нас 2020 год, государство израиль существует 70 лет, правильно? Это сегодня, как вроде все согласны. Окей. Слава Богу, сейчас запретов нет, значит, в отказ садиться не надо, как это было в наше время, можно свободно ездить туда-сюда. Ну вот, можно как-то в несколько раз сказать, тема Израиля, как государство, как то, что изменило всю еврейскую жизнь, всю еврейскую ментальность. Как это, не то чтобы освещается, но какое это место занимает у вас? Израиль, 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 да, сейчас, еще одна фраза, да? Израиль и, ну вот, руководство евреями в Беларуси. Как вы видите вообще? Как вы видите существование вот таких общин, как в Беларуси, да, это будет существовать вот так вот параллельно с Израилем, да? Либо вы считаете, что, понятно, это бессмысленно все, еврейское существование вне Израиля оно обречено на смерть. То есть, это все будет вот так вот. Ну, как бы, ваша позиция в этом какая? Она статичная, она динамичная, вы имеете, как бы, собственную идеологию. Вот это было бы интересно. Я попытаюсь ответить на ваш вопрос. В принципе, у нас есть, если вы спрашиваете про наши отношения с Израилем, про дискус Израиля в отношениях с общиной, безусловно, он есть. У нас очень хорошие связи с посольством, и посол, и консул, они посещают практически каждый праздник, особенно до истории с коронавирусом. И тех людей, которые хотят, которые видят себя, которые двигаются, они едут, да, по всяким программам, которых сегодня достаточно много, мы стараемся им помогать, мы стараемся эти программы подбирать и так далее. Вы говорите о том, что есть страны, где еврейство сходит на нет. Возможно, со временем этого произойдет. Что мы видим сегодня? Сегодня этого нет. Сегодня здесь есть достаточно много евреев, которые по разным причинам хотят остаться, жить тут, да, неважно почему. И с моей точки зрения, самое правильное дать возможность еврею действительно быть евреем, потому что, если еврей приезжает в Израиль и ведет себя как, ну, условно говоря, я не хочу тут переходить на политический рост, не понятно, требует открытия магазинов в субботу и продажи свинины, ну, пусть бы он лучше где-нибудь в другом месте сидел, понимаете, в чем дело? Ну, не все все-таки такие, да, скажем так, есть такие ребята, которые в армии служат, да, не только свинины. Я вам скажу, смотрите, это, может быть, я готов этой теме посвятить еще одну передачу, если Руэн захочет, но мне кажется, те, кто в армии служат, они же могут выступать за открытие магазинов в субботу и за продажи свинины, одно другому не противоречит, да. С моей точки зрения, самое главное, чтобы человек оставался, у него была еврейская самоидентификация, понимаете, в чем дело? И с этой точки зрения, например, меня Руэн спрашивал про Пинск. Пинск посылает в основном, насколько я знаю, не в Израиль, а в Америку, там, или в Англию, или еще куда-то. И я понимаю, почему они это делают. Во-первых, то, что они посылают в Штаты, это сегодня такой тренд. Во-вторых, И, кстати, действительно, я знаю очень много людей из Пинска здесь, которые очень успешно, что называется, прошли процесс религиозной интеграции, интегрировались в еврейские общины, создали еврейские семьи, как бы, да, я могу подтвердить, я хорошо это знаю. во-вторых, значит, то, что они, в первую очередь, важно, чтобы они остались соблюдающими евреями. При этом, безусловно, общине еврейской, и не только в Беларуси, очень важны отношения с Израилем, это придает нам определенную силу, это придает, приводит к нам людей, евреи, потому что, скажем прямо, сегодня Израиль очень развитая страна мира, и даже евреи, которые там не живут, они все-таки чувствуют гордость, что вот наши братья, молодцы, создали такое сильное государство, преуспевают, и так далее, да, безусловно, это вопрос очень многосторонний, и его, на мой взгляд, его нельзя решить однозначно, да, сказать, нужно сделать так, или нужно сделать так, нужно по отношению к каждому человеку выработать индивидуальный подход, я вам скажу, у меня есть такая фраза, там консул, ну, к сожалению, я скажу, наша молодежь, они немножко шлемазлы, и они, когда куда-то собираются ехать, они все делают в последний момент, она мне как-то сказала, да, я знаю, вы уже начинаете с фразы, у меня есть очень хороший мальчик, или девочка, да, дальше последует вопрос, что у нее программа начинается тогда-то, а документы она еще не соизволила, так сказать, привезти, и срочно нужно что-то делать, мы должны точечно смотреть для каждого человека, где больше шанс, что он останется соблюдающим еврея. Окей, я думаю, Натан, я думаю, что мы получили ответ на вопрос. Нет. Я, кстати, хотел, нет, да, но получили, но может не только, что он услышит. Это был ответ до катастрофы, катастрофа ответила на этот вопрос, если уважаемый раввин, как бы, живя в... Но у нас разные точки зрения здесь немножко, я понимаю, я понимаю. Окей, нет проблем. Могут быть разные точки зрения, это вполне легитимно. Я от себя могу добавить, от себя могу добавить, здесь такой момент, что вот такая организация, как Сахнут, например, в своей работе, которая всегда руководствовалась принципом того, что, в принципе, все еврейские общины должны, в общем-то, переезжать в Израиль. Я знаю, что последний лет 10-15, я вот находясь здесь в Америке, могу сказать, она немного поменяла вектор своей работы, понимая, что требование полного, так сказать, отказа от работы с существующими еврейскими общинами, она как бы нереалистична. И нужно работать с теми и временем, которые есть на местах. Поэтому тут, конечно, ситуация достаточно многогранна, достаточно, как бы, наверное, сложно сводить вещи к такой однозначной идеологии. И, в общем, я здесь как раз, мне кажется, что Мурдыхай дал очень неплохой ответ, особенно учитывая, что он занимается работой, которую, в общем, он проводит именно так. А вот я вижу здесь поднятую руку, Ирина. Да, если можно, я, знаете, что хотела бы сказать? Я бы хотела сказать, что у нас очень разное представление у тех, кто живет в Израиле и у тех, кто живет за границей. А вы, простите, откуда? Я из Израиля. Из Израиля, окей. Да. Вот так вот, у нас очень разное представление, потому что, вот, например, вы сказали такую интересную, то есть вы напомнили такой интересный момент, когда Бест поддержал царя против Наполеона. Да? Вы даже... Алтер-Эбе. Алтер-Эбе, да. А, Алтер-Эбе, да. Да, так он это самое... Вы понимаете, что он даже объяснил, почему. Он сказал, что если евреям дать свободу, если евреям дать хорошую жизнь, то они оставят религию. Понимаете? То есть у него цель была оставить евреев в рабстве, в гетто, закрытыми. Понимаете? Ну, может быть, слово рабство здесь, наверное, можно по-разному, тоже комментарий ваш. Нет, это он... Давайте так. Это не я, это он. Он сказал, что если евреи выйдут из гетто, то они оставят Тору. Ну, примерно так. Верно, примерно так. Давайте, я извиняюсь, я немножко... Я скажу то же самое, но я это переформулирую. Я бы сказал, он сказал так. Нам, в первую очередь, важно, чтобы евреи были с Торой. Если... Я скажу сейчас это немножко жестко. Если для того, чтобы они были с Торой, их нужно оставить где-то, пусть они там остаются. Я переформулирую это. Вы знаете, я как израильтянка, вот это именно то, что я хотела сказать, что будучи израильтянкой, я по-другому смотрю на Тору. Это не та Тора, понимаете? То есть еврей может жить и должен жить хорошо и с Торой, но это можно сделать только в своей стране. О, это очень большая тема. Это интересная тема. А если запереть в гетто, то тогда встает вот именно такой выбор. Либо ты живешь в Торой, либо ты выходишь и ассимилируешься. Смотрите. Я вам скажу так. Я живу в Израиле с 1991 года. Ну, чтобы было понятно. Теперь насчет Тора, гетто и все другое. Знаете, есть такое высказывание наших мудрецов, Тоф Тора им Дерех Эрец. Хорошо, когда у человека есть Тора вместе с Дерех Эрец. Дерех Эрец имеется в виду не только хорошее поведение, имеется в виду то, что вы сказали как бы хорошая жизнь. Но очень часто это бывает иначе. Тоф Дерех Эрец им Тора. Хорошо, когда ты хорошо живешь, ну, еще немножко у тебя есть немножко Торы. Как когда-то говорили колбаса плюс. Вопрос, что раньше? Колбаса, потом плюс, или все-таки в начале плюс, а потом колбаса? Что у нас стоит на первом месте? Понимаете, в чем дело? Ну, я говорила о национальной гордости. А давайте так, любое понятие, мы уже вообще, конечно, переходим в другую тему, может быть, это Рувину даст возможность и для новой темы. Понимаете, что такое вообще национальная гордость? Это, кстати, действительно, это очень большая тема. На самом деле, евреи Галута и евреи Израиля. Это очень большая интересная тема. Может быть, нам даже стоит провести какой-то на эту тему такой глобальный, такой дискурс. Не только с тобой, а пригласить энное количество раввинов из Диаспоры, энное количество раввинов из Израиля. И это может быть очень интересное обсуждение. Ирена, вы затронули, на мой взгляд, вам большое спасибо за этот вопрос. Вы, на мой взгляд, затронули глобальную, вообще говоря, очень-очень важную для нас сегодня, для весьма народ. Я перебил, прошу прощения. Да нет, нормально. Все, действительно, это так. Это глобальная тема. Но, опять же, с моей точки зрения, нужно всегда выбирать приоритеты. Когда ты выбираешь приоритеты, понимаешь, что для тебя главное, то, значит, то ты уже под это главное подстраиваешь все. Я не хочу сейчас, знаете, скатываться в политику, но я, например, не понимаю, как человек, живущий в Израиле, может на следующих выборах проголосовать за партию, которая считала для себя вполне легитимным пользоваться поддержкой арабских депутатов. Я бы, например, подумал, можно ли такому человеку пожимать руку или потом нужно пойти руки мыть после этого. Я, кстати, уже расскажу тут одну историю, связанную с этим. Когда умер Перес, который был президентом Израиля, израильское посольство, там, ну, была такая траурная не церемония, а траурный пост, и все приходили, выражали соболезнования, записывали в книге почетных там посетителей, чего-то такое, да. И я, когда был, я думал, что мне такое написать, чтобы это было не слишком вранье, но и политкорректно, и непротивно, и так далее, да. И я написал, что Перес, Перес, в годы, когда он был генеральным директором Министерства обороны, заложил основу израильской атомной энергетики. Что, в общем-то, правда. Надо отдать ему за это должное. Вот. Но вы понимаете, человек, который был там, занимался высшей государственной должности, самое хорошее, что я про него мог вспомнить, это когда он был гендиректором Министерства. То есть, ну, вообще, можно сказать, особый никто. Ну, в общем, да. Вот этот последний вопрос Ирены меня навел на мысль о том, что можно действительно, в общем, может быть, даже какую-то глобальную встречу провести на тему евреев диаспоры, евреев Израиля. Это будет очень интересно. И я думаю, содержательно и конструктивно, если мы ее хорошо подготовим. Это на там мы можем обсудить в дальнейшем. А на сегодня у нас, в принципе, мы немножко за свой временной лимит уже вышли. Если есть у нас последний вопрос, то, пожалуйста. А если нет, то, я думаю, мы с вами будем уже на сегодня прощаться. Вот у Эрика вопрос из Нью-Йорка. Эрик. Я хотел добавить, что молодежь надо спасать. А это кто? Это с нами? Это Евгений. Это Евгений. Евгений, я прошу прощения, у нас просто уже формат немножко такой, чтобы мы немножко должны закрываться. А у нас еще есть вопрос из Нью-Йорка. Человек еще не успел задать его. Вот я вижу, Эрик пытается задать. Спасибо. Спасибо большое. У меня чисто локальный вопрос с Каравидом из Белоруссии. Вот я как бы из Москвы вообще был в Москве достаточно количество лет, и там всегда была вот эта некая ну такая как бы борьба, не борьба, не знаю, некие такие вот Хаббат и там Шаевич и Берлазар и такие вот вещи. Мне интересно, вот как это происходит в Белоруссии. Тоже там тоже есть некая структура Хаббата и тоже свой какой-нибудь главный раввин или нет. И вообще вот это интересно, как вы работаете с Фиором или нет. Вот это мне просто интересно, так как я чуть никогда не сталкивался, как в Белоруссии это происходит. Скажу в двух словах. Да, есть своя структура Хаббата, но у нас нет вот таких вот, знаете, военных действий. У нас, в принципе, с ними достаточно хорошие отношения. Более того, в наше объединение входит Хаббатская община и как раз из Могилева, города моего родного, где я довольно долго работал. И причем были те, кто их почему-то не хотел, неважно по каким причинам. Я как раз был тот, кто я их поддержал, потому что ну там был технический повод, почему им нужно было быть у нас, а не в Хаббатском объединении, а не у нас. Ну и все удовлетворяет. Они получают то, что называется все те, ну объединение это крышевая структура по белорусским законам, чтобы реализовать ряд своих возможностей, нужно, чтобы не просто была община, а она входила в какую-то крышевую структуру. Ну, скажем, они получают от крышевой структуры все, что им нужно для своей работы, для своей деятельности. Ну понятно, иначе бы они туда не входили. Они до этого туда и зашли. Поэтому есть достаточно хорошее отношение, есть сотрудничество, мы ходим друг к другу на различные мероприятия. Понятно, давайте скажем прямо, мы все работаем с одними и теми же людьми, поэтому, но, скажем, нету того, что вот есть в России или в других странах. Опять же, кстати, насколько я знаю, в России сейчас тоже ситуация очень выровнялась в этом вопросе, она гораздо более спокойная, я бы сказал. Окей, кстати, мы затронули еще одну важную тему, политики внутренней внутри еврейских общин, Эрик, хороший вопрос, спасибо. И я думаю, что на этом мы сегодня с вами будем заканчивать, друзья, я хотел еще раз поблагодарить, с нами был сегодня главный раввин Белоруссии, Равморных и Рахинштейн, из Минска, в прямом эфире, и всем большое спасибо, большое спасибо Натану за техническую поддержку и за участие, и большое спасибо всем присутствующим, друзья, и я надеюсь, мы скоро с вами увидимся в Точке Зрения. Спасибо. Окей. До свидания, хорошего. Всем честного до свидания. До свидания.